13.05 на часах. В эфире «Особое мнение» в студии Дарьи Топузлиева. В гостях у меня сегодня депутат Городского Дума Алексей Кузьмин. Алексей, здравствуйте. Добрый день. Нас можно слышать на частоте 101.0. Онлайн-трансляция эфира, а также видеотрансляция из нашей студии идет на сайте eho.kirova.ru. Номер для ваших смс 8 909 720 101.0. Вы также можете успеть и задать вопрос через форму анонса на нашем сайте eho.kirova.ru. Мы начнем, наверное, с темы, которая будоражит у мужа наступившую весну и, скорее всего, еще и будет будоражить это кировские дороги. Вы обращались к главе города с просьбой созвать рабочую группу или совещание, на котором должны были обсудить какие-то подвижки. Оно состоялось или только состоится? К сожалению, это совещание еще не состоялось. И, как обещал глава города, в ближайшее время оно должно все-таки состояться. И там будут обсуждаться актуальные вопросы по дорожной инфраструктуре, по дорожному ремонту. И главный и ключевой вопрос, который я поднимал в своем обращении, это возможность перераспределения бюджетных средств на ремонт дорог. Многие спрашивают, из каких статей расходов взять нужное средство на ремонт дорог. Так вот, мне кажется, как раз в формате вот такой дискуссионной рабочей группы и надо всем вместе принимать решение, откуда взять дополнительные источники финансирования для дорожной отрасли. Ну, так у вас на скидку есть какие-то варианты, откуда можно урезать и добавить к дорогам? На мой взгляд, ключевым источником ремонтных работ дорог в городе Кирове должен быть дорожный фонд Кировской области. Он формируется специально для этого. То есть он формируется из акцизов на бензин, транспортного налога, штрафов и прочих поступлений и может расходоваться только на дорожную отрасль. И я не понимаю, почему областной центр, столица региона, субъект, из которого платится до 2-3 поступления в этот областной дорожный фонд, не получают должного финансирования обратно. Почему в этом году будет выделено из областного дорожного фонда всего 50 миллионов рублей на Кировские дороги? В том году была цифра 3,3 миллиона рублей. Я считаю эти средства, мягко говоря, не только недостаточными, они смешны на эти деньги. Одну улицу с ямочным ремонтом нельзя побороть. Поэтому, мне кажется, главным источником поступления должен стать областной дорожный фонд. Это первое. Второе. Нужно смотреть по другим статьям расходов городского муниципального бюджета. Никаких намеков не делаю, но в крупных предприятиях, в крупных компаниях, когда компания сталкивается с проблемами финансирования, когда залазит в долги и так далее, прежде всего начинают думать над сокращением и ужиманием менеджмента этой крупной компании. Так вот, в Кирове работает 744 муниципальных чиновника. Это служащие городской администрации, районных администраций города Кирова. И мой призыв и мое убеждение такое, что, может быть, начинать урезание бюджетных расходов с менеджмента нашего города. Ну, вообще, если верить, по крайней мере, тому же самому менеджменту, то зарплаты в муниципальных органах власти, тем более, там, где-то в районах, не такие высокие. Сколько мы сможем сэкономить? И не получится ли так, что на дороге мы получим какую-то копеечку, а рабочих рук, грубо говоря, не будет? Вот именно поэтому и нужна вот такая дискуссионная площадка, рабочая группа на базе администрации города Кирова с привлечением, естественно, депутатов городской думы, с привлечением генподрядчиков, которые участвуют в ремонте и асфальтировании дорог, с привлечением общественных и публичных активистов, для того, чтобы все вместе подумать и посчитать, из какой кубышки надо достать, чтобы переложить в нужную ячерику. Ну, вот по поводу основной кубышки дорожного фонда, то есть, по крайней мере, областные власти тоже говорят, что денег нет. В том же самом и в дорожном фонде, то есть, все сокращено. Насколько будет возможно сказать, дайте нам, если у них тоже нет? Да и действительно, и областной дорожный фонд похудел, и в этом году на областные дороги выделяются всего 800 с лишним миллионов рублей. Эта цифра тоже явно недостаточна для того, чтобы хотя бы хоть в какое-то ГОСТовское состояние привезти областные дороги. Но, мне кажется, надо искать возможности, надо искать пути решения, потому что то состояние дорожной отрасли, которая сложилась в городе Кирове, оно, я даже сказал, революционное, потому что многие из вас автолюбители, вы каждый день выезжаете на наши дороги, и с матом, не матом, но вы вспоминаете власть, и городскую, и областную. И если ситуация будет продолжаться в том же духе, и дороги не будут приведены в хоть какое-то божеское состояние, то, мне кажется, люди все больше и больше будут выходить на митинги, на акции протеста и сборы подписей. И ни одной из властей такое развитие событий не нужно, ни областной, ни городской. А правильно я понимаю, что у вас на апрельском заседании Думы будут рассматривать какие-то подвижки бюджета в пользу перераспределения средств, чтобы какие-то дополнительные деньги были на дороге вывелены? Ну, пока это не анонсируется, но, на мой взгляд, эта ситуация просто жизненно необходима, потому что на полном серьезе ситуация с кировскими дорогами вызывает очень серьезную озабоченность, как и у властей, и, естественно, у автомобилистов. И автомобилисты резонно задают вопрос, если мы платим транспортный налог, если мы платим акцизы с топлива, то куда деваются деньги? Где деньги? Если власти отчитываются о том, что строятся три крупных в области инфраструктурных объекта, это дорога Апарина-Альмеш, дорога на Удмуртию и путепровод в Чистые пруды, то об остальных-то муниципалитетах и субъектах тоже не стоит забывать. Здесь, в городе Кирове, живет почти половина населения Кировской области, и одним путепроводом в Чистые пруды все довольны и сыты не будут. Но эту дорогу строят за счет федеральных средств? Эту дорогу строят в складчину. Эту дорогу строят в складчину, там и федеральные, и областные, и муниципальные деньги. Поэтому, конечно, объект очень важный, очень нужный. От него зависит комфортное проживание нескольких десятков тысяч людей, кто живет в микрорайоне Чистые пруды. И планируется дорога с выходом на объездную трассу. Поэтому, естественно, территория развития, территория роста для Кирова тоже очень важна и нужна. Но остальные дороги, естественно, тоже важны точно так же. Здесь есть предприятия, здесь офисы, здесь муниципальные и социальные объекты, детские сады, школы, которым в последнее время все сложнее и сложнее подъехать родителям. Поэтому областные и городские дороги тоже не стоит забывать. Смежная тема, которая, наверное, очень близко с разбитыми дорогами сейчас соотносится, это грязь в городе. Тоже интересуются у нас слушатели по поводу конкретно вашего округа. Потому что тут вот паблик «Строем Киров» опубликовал альбом, назвал его «Вятский променад», и там достаточно красочные картинки. Я уж не буду говорить, что это конкретно ваш округ, тут весь город. Дороги, грязь, ямы, песок, который не убран после посыпки снега зимой. То есть в вашем округе ситуация как вообще обстоит? В моем округе ситуация обстоит точно так же, как и во всех остальных округах города Кирова. Грязь, разбитые дороги, нечищенные тротуары – это типичная картинка для нашего, к сожалению, для нашего города. Этот паблик, я тоже читал, я видел эту рубрику «Вятский променад». Мне кажется, это очень показательные, очень показательные картины, неприятные картины для наших городских, в том числе и областных властей. Но тем не менее, ситуация из года в год не меняется. Если вы вспомните, то на моей памяти, может быть, и на вашей памяти, давно ли были такие года, когда в Кирове тротуары и дороги были чистые, убранные, зелёные, цвели газоны, посыпалось мало песко-соляной смеси, которая забивает ливнёвки, не было пыльных бурь весной. На самом деле, я переехала в Киров в 2001-2002 году, первое, на что мы обратили внимание, мы никак не могли понять, что это, почему кругом какая-то красная глина, грязь и всё это, и вот годами это всё продолжается. Ну, кстати, вот недавно мы вернулись из Чебоксаров, там тоже не сошёл ещё не до конца снег, но тем не менее, уже какая-то работа, какая-то уборка уже проведена. Мне не совсем понятно, почему у нас все субботники стартуют где-то только с середины апреля. Чем это мотивируется? Тем, что это всё должно подсохнуть. В других городах влажная погода, снег никак не мешает убирать те же самые хотя бы бычки, окурки. Ладно уж, если у нас нет денег на то, чтобы заватать дыры, но какая-то работа может быть проведена. Вот именно по этому вопросу у меня позиция, ну, лично у меня позиция следующая, то, что одними субботниками сыт не будешь. И если мы и городские власти, и общественные активисты надеются, что с субботниками можно прибрать весь город, то, мне кажется, это глубокая ошибка. Здесь нужен системный подход, системные менеджментские решения по уборке городской инфраструктуры, по дорогам и тротуарам. То есть это должны быть какие-то подрядные организации, которые круглый год будут этим заниматься? Ну, по крайней мере, там, когда нет снега или как? Если честно, такие организации есть. Ежегодно разыгрывается тендер муниципальный на зимнюю уборку и содержание уличной дорожной сети. Вот тот подрядчик, который выигрывает этот госконтракт, он и должен заниматься весенней и зимней уборкой улиц. То есть у него контракт действует до мая. А, туда входят парки, газоны, всё это? Ну, парками сейчас занимается отдельная структура, но туда входят тротуары и дороги. Магистральная и прилегающая территория. Ну, то есть вот бутылки, всё это тоже туда входит? Мусор? Это в том числе всё туда входит. И вопрос уже к подрядчику, который ежегодно выигрывает эти тендеры, значит, это первый момент. И второй момент, здесь не совсем логично устроена цепочка приборки, цепочка содержания уличной дорожной сети. Где слабое звено? Слабое звено, мне кажется, это вывозе снега. Вот ежегодно на дороге города Кирова зимой высыпается несколько тысяч тонн, десятков даже тысяч тонн песко-соляной смеси. Ну, понятно, для чего это делается, это для борьбы с гололёдом и скользкостью. Но, тем не менее, этот продукт, он достаточно вреден для городской инфраструктуры. Ну, первую половину лета мы вот пыльную бурю получаем. Пыльная буря. Всю весну происходит пыльная буря. Но она происходит не потому, что посыпают песко-соляной смесью. Этой смесью посыпают во многих городах России, а потому что её вовремя не вывозят зимой. Ждут, когда подсохнет, когда растает снег, и начинают тогда под метальными машинами и пылесосами её собирать. Но такая технология не совсем эффективна. Надо убирать её вместе со снегом. Выпал снег. Снег надо убрать. Вместе со снегом убирается песко-соляная смесь, которая применялась для предотвращения гололедиц и для увеличения сцепления с дорожным полотном. То есть здесь многие такие технологические факторы, которые, как мне кажется, наши подрядчики, выигрывающие ежегодно госконтракт на уборку и содержание улиц в зимний период, наши подрядчики не совсем справляются с этой технологией. И моё предложение, и оно звучало несколько раз, я ещё раз его готов озвучить, нужно разделять тендеры. У нас ежегодно разыгрываются одни огромные тендеры. То есть дробить на мелкие? Надо дробить на мелкие. Надо находить других подрядчиков. Надо искать инвестиционные предложения из других регионов. Надо привлекать подрядчиков из других регионов. Вы посмотрите, улицу Ленина в своё время отремонтировала пермская подрядная организация. Она выиграла тендер на ремонт улицы Ленина. Вы помните, сколько пролежала улица Ленина? Она лежала больше семи лет. У нас на сегодняшний день, я не помню ни одну дорогу, которая лежит больше полугода. Через полгода появляются ямы и выбоины, и очень редкий случай, когда по гарантийному ремонту эти ямы начинают латать. А контроль над подрядчиками? Как может сыграть какую-то роль? Контроль всегда должен выполнять важную функцию. К сожалению, либо контроля недостаточно, либо тех мер и тех рычагов, которые имеет заказчик в виде администрации города Кирова, недостаточно для реализации этого контроля. Тогда логичный, наверное, следующий вытекает из этого вопрос. Кировский сити-менеджер Александр Перескоков занял 86-е из 88 мест в национальном рейтинге мэров по итогам прошлого года. То есть, как можно оценить это место? На ваш взгляд, вообще этот рейтинг как-то отражает реальную картину? И как вы за то время, которое вы работаете, вот конкретно там даже в городской думе непростого жителя, можете оценить работу Перескокова? На самом деле, подобных рейтингов существует множество. Не всем можно доверять и все нужно проверять, если вы относитесь к этим рейтингам и замерам с точки зрения специалиста. Мне кажется, на результатах этого рейтинга сказались мнения экспертов, которые участвуют в составлении этого рейтинга. Я не знаю, по каким параметрам, какая выборка делалась у этих замеров, у этих рейтингов, но мне кажется, определенные экспертные выводы этого рейтинга дают понять, что не все хорошо в нашем королевстве. Есть проблемы, есть существующие муниципальные проблемы, и глава администрации города Кирова, глава города Кирова, по мнению этих экспертов, которые принимали участие в составлении этого рейтинга, не совсем справляются со своими функциональными обязанностями. На мой взгляд, глава администрации зарекомендовал себя как человек ответственный, решительный и выполняющий функции такого серьезного сети-менеджера. Но есть проблемы, и он с этими проблемами столкнулся, и от того, какие результаты покажет город к концу этого года, будут зависеть его рейтинги уже на 2015 год. Поэтому, мне кажется, поживем, увидим и посмотрим, какие результаты будут в следующем году. Просто буквально до вас, около часа назад, в эфире был Вячеслав Семаков, главный у нас в городе по благоустройству. Позвонил слушатель, задал вопрос по поводу того, что управляющие компании, видимо, вели какие-то работы, все раскопали, закопать-закопали, но ничего там не прибрали. То есть вся эта грязь, вся земля, вот это все в перемешку там до сих пор и лежит. То есть ситуация, в принципе, вот она классическая, это происходит всегда, везде и постоянно. И Вячеслав Семаков ответил, что вообще-то, в принципе, это не в полномочиях администрации, вот эти дворовые территории, тут должна быть управляющая компания. В итоге получается, что концов-то нигде не сыскать. Говорят, вот нужно жаловаться на управляющую компанию. Почему они не будут работать? Почему люди должны жаловаться на управляющую компанию, чтобы она не работала? Как организовать этот контроль? То есть как должна ситуация повернуться, чтобы какой-то выход из нее нашелся, обнаружился? Вячеслав Семаков сказал правильную информацию, что действительно придомовые территории находятся в ведении управляющей компании. И если на придомовой территории происходит бардак, либо перекопаны коммуникации, либо вырыты газоны, либо мусор, не вывезен снег и так далее, то, естественно, жильцам стоит жаловаться на свою управляющую компанию. У администрации города Кирова появился определенный рычаг воздействия на управляющую компанию. Это так называемая сертификация управляющей компанией. И если будет две подтвержденных и серьезных жалобы от жителей на свою управляющую компанию, администрация города имеет право не выдавать сертификат действующей управляющей компании. И это, как мне кажется, должно быть определенным стимулом для управляющих компаний. А жалобы как должны быть вообще? То есть их нужно подавать в администрацию или в управляющую компанию? Мне кажется, жалобы нужно подавать в жилищную инспекцию. Жилищная инспекция, прокуратура, если вопросы слишком серьезные, то прокуратура, если, скажем так, менее серьезные, то жилищная инспекция, это достаточно оперативные инстанции, и оперативные службы, они формируют комиссии, комиссия приезжает, проверяет, действительно ли есть нарушения. Если видеть нарушения, естественно, и уведомляет и администрацию города Кирова, и административная комиссия туда приезжает, и так далее, и так далее. То есть, все идет по цепочке. Здесь, конечно, процесс забюрократизирован до мозга костей, но, тем не менее, механизм должен работать. И он работает с этого года. Если он будет эффективным, то, мне кажется, эту практику нужно продолжать. Значит, вопрос к управляющим компаниям, в принципе, на мой взгляд, этот институт зарекомендовал себя как рассадник. Не зарекомендовал себя. Ну, как мне кажется, зарекомендовал себя как рассадник всевозможных нарушений. Большинство управляющих компаний выступают либо фигурантами уголовных дел, либо какие-то махинации у них там происходят. Бенефициарий ежемесячно достают оттуда миллионы. Эти миллионы не попадают на ремонт жилищного сектора. Поэтому, мне кажется, вообще институт управляющей компании, он уже изжил себя. Он уже изжил себя. И мне кажется, управляющая компания должна представлять из себя некую крупную структуру, которая имеет и специальную технику, и штат специалистов, и финансовые возможности для того, чтобы латать дыры. Потому что спросите у любой мелкой управляющей компании, много ли у них ресурсов для модернизации инфраструктуры дома. Много ли у них ресурсов для того, чтобы сделать внеплановые какие-то серьезные ремонтные работы. Да нет, у них там нет ресурсов. Концы с концами многие сходят. Хорошо, как это тогда должно работать, если управляющие компании себе изжили? Что должно прийти на место управляющих компаний? Что это за структура? Если честно, у меня по этому вопросу много разных мнений, но мне кажется, что главное состоит в том, что вот эта организация, которая должна обслуживать жилищный сектор, она должна быть большая. Большая? Большая и крупная. Как мне кажется, с муниципальным участием. Потому что все-таки, когда есть элемент гос- или муниципальной собственности, то есть хоть какие-то рычаги на полном серьезе. А когда управляющая компания частная, ее директор находится на Кипре, ежемесячно получает транши, то контролировать такую управляющую компанию очень тяжело. Только с помощью правоохранительных органов там тоже люди не будут разрываться. Поэтому мне кажется, предприятие должно быть крупное, должен быть очень серьезный и квалифицированный менеджмент в этом предприятии. То есть не люди, приближенные к власти или приближенные к каким-то бизнес-структурам, а люди действительно специалисты, менеджеры, управленцы, которые знают жилищно-коммунальный сектор и способны решать ключевые проблемы и вопросы, которые возникают в жилищном секторе. И мне кажется, тогда проблем у наших кировчан станет меньше. Мы не уверены в этом. Что ж, отложим тогда немного бытовые проблемы, перейдем к политике. В свете грядущих выборов в законодательное собрание, наверное, хотел бы поговорить, возможно, о ваших политических амбициях. Не планируете принять участие, попытаться выбить место в законодательном собрании, сделать что-то на более высоком уровне? Вот сейчас команда «Справедливая Россия» формируется. У нас подбирается очень серьезная команда и специалисты разных уровней, и бизнесмены, и политики, и чиновники, и представители бюджетной сферы, и учителя, и педагоги и так далее. Вот эта команда пойдет, скажем так, единым политическим фронтом на выборы в ЗАГСобрании. И мне кажется, шансы у нашей политической партии очень высоки. Мы недавно проводили замеры социологические, и эти замеры показали, что рейтинг нашей партии достаточно высок, он приближается к 20%. Это очень серьезный показатель, то есть каждый пятый житель Кировской области, избиратель Кировской области готов отдать свой голос за нашу политическую силу. И мы верны нашим избирателям, мы верны нашим системным и политическим документам, поэтому в данный момент формируется команда. Эта команда будет участвовать в выборах на своих округах, там, где они имеют популярность, уважение, авторитет. И лично по себе скажу, что сейчас мы с коллегами обсуждаем возможность, в том числе, да, моего участия на выборы в ЗАГСобрании. Пока скажу, что если будет выбран округ, то он будет на территории города Кирова, потому что все-таки Киров – это моя стихия, и здесь всю жизнь родился, живу, многие проблемы знаю, с избирателями общаюсь часто, постоянно проблематики собираю много, поэтому, конечно, если буду выбирать округ, то он будет в городе Кирове, а сейчас… Мне кажется, вам, что в Кирове проще работать, скажем, чем где-нибудь в каком-нибудь небольшом районе? Ну, тот, кто был уже хотя бы раз кандидатом в какой-либо представительный орган, он поймет, что особенность работы в городских условиях и в сельской местности, она различна. Она требует различных подходов, энергии, ресурсов, возможностей и так далее, и так далее. Поэтому я бы не сказал, что проще спросить у любых кандидатов, которые работали по городу Кирова, насколько тяжело здесь объяснять кировчанам свою позицию, насколько тяжело собирать проблематику и еще насколько тяжелее пытаться решить эту проблематику, потому что вопросов очень много, вопросы очень разные, и иногда бывает тяжело, соглашусь с этим. Ну, а ваше участие в выборах будет по большому счету зависеть от вашего желания, вашей кондиции или как решит партия, как это любят говорить коллеги ваши по другим объединениям политическим? Здесь, я бы сказал, здесь зависит и от первого, и от второго, естественно. Без желания никто никого ни в какие списки не записывает, а без партийного одобрения точно так же никто ни в какие списки, праймеризы и кандидатства не попадет. Поэтому здесь обоюдное желание и партийное, и мое, и вот в данный момент мы как раз консультируемся по этим вопросам. Мы прервемся на небольшую рекламную паузу, после продолжим. Особое мнение на 101 ТФМ. Для тех, кто только подключился, напоминаю, в эфире особое мнение в студии Дарьи Тапузлеевой и мой гостью депутат городской думы Алексей Кузьмин. Коллеги сейчас подбросили нам вопрос в паузе от слушателей по поводу благоустройства, разбивки тендеров. В первой половине мы общались об этом, говорили об этом. Предложения хорошие, правильные, но можно ли реально их внедрить? Вы как депутат можете ли повлиять на властей, например, группой депутатов, то есть сделать так, чтобы все эти предложения заработали? Если честно, эти предложения уже были мной озвучены. И ключевой посыл состоит в том, что для того, чтобы разбить вот эти муниципальные тендеры, например, на уборку тротуаров, отдельно на уборку тротуаров, или разбить тендер на уборку тротуаров в таком-то микрорайоне или в таком-то квартале, необходимо, прежде всего, понимать, о каких объемах идет речь. И главный вопрос, который нужно решить при разбивке вот этих тендеров, это в любом случае увеличение осигнований на ремонт и содержание уличной дорожной сети. Потому что с теми финансовыми возможностями, которые сейчас есть, мы будем получать эти дороги и эти тротуары в таком виде, в котором они есть сейчас. Финансирования явно недостаточно. Я разговаривал со многими подрядчиками и в Кировской области, и за пределами региона, и говорил, если тендер будет разбит, например, на содержание тротуаров отдельно в таком-то микрорайоне, готовы ли вы взяться за этот тендер и выполнять этот заказ? И озвучивал цифру, которая может быть выделена именно на этот участок. На что подрядчики мне заявили, что с такими цифрами может выступать и может работать только какое-то муниципальное учреждение, которое, может быть, даже не заинтересовано в получении прибыли, а заинтересовано лишь в том, чтобы работа делалась, люди получали хоть какую-то зарплату и хоть какая-то яма была заделана. Ну хорошо, с учетом увеличения финансирования, то есть вы там как депутат можете подготовить какое-то предложение, внести его в Думу, и чтобы коллеги его рассмотрели? Это предложение будет внесено, я думаю, посмотрим мы на ближайшее заседание, успеем ли мы сделать это предложение. Я попробую подготовить это предложение от фракции «Справедливая Россия» в Городской Думе. Здесь у нас 5 депутатов из 36, поэтому, хоть у нас и не большинство, но свои конструктивные предложения мы постоянно делаем, озвучиваем, и, может быть, наше пожелание будет услышано. Вопрос в том, согласится ли городская администрация выполнять вот эти предложения, насколько они просчитают эту возможность, Вот это, конечно, ключевой вопрос, потому что, еще раз повторяю, без дополнительного увеличения финансирования на этих статьи расходов, никакой речи о разбивке униципальных тендеров пока быть не может. Или я так думаю, может быть, я ошибаюсь, может быть, эксперты, которые просчитывали вот эту возможность, не совсем правильные цифры озвучивали. Поэтому здесь надо дискутировать, здесь надо разговаривать, вот поэтому я добиваюсь создания рабочей группы по ремонту дорог, где все эти вопросы будут учтены, озвучены, и будем искать общие какие-то решения. Поговорим немного о возведении спорных объектов в городе. 21 апреля должны пройти публичные слушания по вопросу строительства гоночной трассы в Талице. Вы как вообще относитесь к появлению подобного объекта, ну, фактически в рекреационной зоне города? То есть это все равно, наверное, будет что-то шумное? Лично мое мнение, я выступаю против этой гоночной трассы именно в этом месте. Почему? Потому что, во-первых, там сосредоточено достаточно много жилых домов, дачных, садовых участков. У меня у самого там дачи, вот прямо непосредственно. Я уже заинтересован, да, заинтересованное лицо в этом. И когда я себе представлю, что буквально в нескольких метрах от моей дачи появится гоночная трасса с болидами, с выхлопными газами и с тысячами болельщиков, то, мне кажется, это негативно скажется на моем летнем пребывании на моей даче. Это, во-первых, имеется в виду для меня, во-первых, естественно, для всех, больше всего меня возмущает то, что вообще вблизи жилых построек, которые там сосредоточены, появляются вот такие объекты огромные, как Юркин парк, вот эта гоночная трасса, еще какие-то там объекты свадебные появились. И это все создает дискомфорт местным жителям, садоводам, дачникам, да и там есть коттеджи, в которых постоянно проживают люди. Я боюсь представить, что происходит в коттеджах, где есть дети и спят ли вообще у них дети. А если там появляется такая гоночная трасса, то комфорта это им тоже тем более не добавит. Еще что хотелось отметить, то что решением Городской Думы от февраля месяца мы передали достаточно крупный участок земли, вот как раз на территории бывшего аэродрома Порошинского. Там примерно трасса. Да, 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 вот прямо рядом с этой трассой, предполагаемой, я увидел этот проект, значит, мы передали земли для многодетных семей. То есть там должны построить свои жилые дома и коттеджи многодетные семьи, которые получают этот земельный участок бесплатно от государства. То есть получается впритык где-то... Я представляю желание многодетной семьи построить этот коттедж. У него не будет никакого желания, если у него за забором будет гоночная асфальтовая трасса. Поэтому мне кажется, что сам проект этой трассы, я отношусь к нему абсолютно положительно. Любые спортивные и развлекательные объекты в городе Кирове, они добавляют только, скажем так, привлекательности нашему городу. Ничего плохого в этом не вижу. Я вижу плохое, здесь только участок, который выбран под это строительство. И, к сожалению, официального проекта этой гоночной трассы я еще не видел. Есть только какие-то неформальные публичные проекты, которые в социальных сетях обсуждаются. Но пока официальных разговоров об этой трассе еще не было. Но собираетесь на слушание заходить? Да, обязательно я поучаствую в публичном слушании. Посмотрю все официальные документы, сам проект. И мне кажется, все-таки это неподходящее место для этого проекта. При всем уважении к самому проекту. То есть еще раз повторяю, то что сам проект – это очень хорошая перспективная площадка. В том числе для начинающих спортсменов и для более опытных спортсменов и зрелищность для нашего города точно не помешает. Это еще один объект, по месту установки которого тоже было много вопросов. Это колесо обозрения, которое планируют устанавливать на театральной площади. В городской думе вы как-то обсуждали этот вопрос? Ну, возможно, не всеми депутатами, возможно, своей только фракцией. Как вообще вы, коллеги, к этому относитесь? В городской думе этот вопрос, к сожалению, не обсуждался. Не понимаю, почему, потому что… Возможно, не на заседаниях, так вот между собой. Вопрос щекотливый, что на главной площади города, на главной площади региона появляется некий объект, высота которого вызывает, скажем так, возмущение и неодобрение со стороны части кировчан. Я хочу сказать следующее, что у меня есть информация, что подобный объект обсуждался и предлагался инвестиционной группой из Москвы. Здесь были московские инвесторы, готовые вложить в точно такой же объект больше 100 миллионов рублей. И, насколько я знаю, они уже готовили документацию для расположения его в Кочаровском парке. Это на юго-западе нашего города, в Кочаровском парке, где, как мне кажется, оно вписалось бы идеально, оно бы стало точкой притяжения для… Это там, где у нас бассейн сейчас, да? Да-да-да, рядом с бассейном. Оно бы вписалось там идеально, тем более там планируется установка фонтана, зоны отдыха. Вообще, в принципе, в перспективах городских властей развивать эту территорию, потому что она в таком, мне кажется, была полузаброшенном состоянии. И мне кажется, это колесо было бы гораздо логичнее там увидеть. Но почему-то действующие инвесторы выбрали именно этот участок земли в самом центре города. И мне кажется, небезосновательно люди возмущаются установкой именно в этом месте. Поэтому призываю, если, скажем так, у городской администрации, у инвесторов всё-таки возникнет желание добить именно этот участок земли, построить именно здесь колесо, всё-таки подумать и прислушиваться к мнению противоположной стороны, которая выступает против. Нужно уметь взвешивать все за и против и постараться подыскать другие участки. Потому что, насколько я знаю, Александровский сад, у меня есть на руках копия ответа Министерства культуры Кировской области. Вот как раз, когда московские инвесторы пытались построить точно такое же колесо обозрения, они рассматривали ещё площадку Александровского сада. И у них есть ответ о том, что Министерство культуры не возражает против такого объекта на территории, скажем так, как исторического Александровского сада, и никаких, скажем так, раскопок предварительных там делать не надо. И, мне кажется, и Александровский сад, и Кочаровский парк, и в перспективе Заречный парк города Кирова смотрелись бы выгоднее, в том числе и, наверное, даже с инвестиционной привлекательностью. Ну, то есть проект хороший, а проблема опять вместе. Опять то же самое. Проект хороший, ничего плохого в нём нет. Это точка притяжения, это точка для роста аттракционов, в том числе и под колесом под этим. И дополнительное развлечение в городе Кирове опять же не помешает. Но опять место выбрано, как мне кажется, на мой взгляд, не совсем логично. И надо учитывать мнение и противоположной стороны, которая выступает против. Успею задать, наверное, последний вопрос. На этой неделе Кировская «Динамо» возобновляет участие в первенстве. Как Вы оцениваете перспективы команды, учитывая, что практически весь сезон, вот мы в подвале где-то турнирной таблицы, есть ли вообще сейчас какой-то смысл продолжать выступать в профессиональной лиге? Смысл выступать, естественно, есть, потому что молодые ребята, которые учатся в футбольных секциях, они смотрят на своих старших товарищей, они смотрят на футбольные клубы, которые играют в их городах прежде всего. И поэтому, когда кировские мальчишки смотрят на выступления кировского «Динамо», я не знаю, не пропадает ли у них стимула заниматься футболом. И поэтому я знаю, что многие родители отправляют футбольные интернаты за пределы нашего региона, чтобы они видели футбольные клубы, выступающие в премьер-лиге. Например, в Татарстан очень много кировских детей уезжают в футбольные интернаты, чтобы смотреть на Рубин, на выступления Рубина в премьер-лиге. Кировская «Динамо», конечно, каждый год оставляет желать лучшего. Постоянно все жалуются на нехватку финансирования. Естественно, это одна из, может быть, даже ключевых проблем в кировском футболе. Но мне кажется, здесь нужно искать комплексные решения. Прежде всего, это воспитание подрастающего футбольного поколения. И мне кажется, в этом году детско-юношеская спортивная школа «Пятая», которая готовит молодых футболистов, она получила в ведении стадион трудовой резервы. И кировские мальчишки могут на открытом грунте выступать, тренироваться, показывать себя, расти до футбольной школы, до большой. И я думаю, что рано или поздно кировская «Динамо» начнет играть лучше. Но кировскому «Динамо» надо искать спонсоров. Все-таки, мне кажется, это главная проблема пока. На этом мы заканчиваем. В эфире было особое мнение. В студии работала Дарья Топузлеева. В гостях у меня сегодня был депутат Городской думы Алексей Кузьмин. До встречи. Спасибо, до свидания.